Четыре игрока держат в руках специальные кнопки. После сигнала у них есть несколько секунд на раздумье. Выигрывает тот, кто первым даст правильный ответ. Это спортивный вариант интеллектуального состязания «Своя игра». Здесь вопросы разделены на темы и имеют различный уровень сложности. Ответ на самый простой принесет игроку 10 баллов, на самый сложный – 50. Вопрос самый разный, из совершенно разных областей. Как правило, они существенно проще, чем, например, в «Что, где, когда», потому что нужно думать либо знать, либо думать буквально пару-тройку секунд. Поэтому своей игре свойственны динамичность и эмоциональность. Результаты идут не в командный, а в индивидуальный зачет. Поэтому у игроков еще больше мотивации ответить правильно раньше, чем это сделает соперник. От участников своей игры не требуется серьезных и глубоких знаний в различных областях наук. Нужно зачастую просто посмотреть на вопрос под каким-то немножко необычным углом и быстренько догадаться до того, чего ты не знаешь, но при этом что вполне может изобрести обычный человек за пару секунд в голове. Поэтому такие игры очень популярны на различных фестивалях. Светлана Жирнова начала играть в интеллектуальные игры около 10 лет назад. В составе популярной городской команды «Ума не надо». Сегодня Светлана создала свою сборную, с которой выступает на турнирах под эгидой клуба «Что, где, когда». В этот формат играть интересно, что здесь непредсказуемая игра. То есть успел нажать на кнопку, ты и выиграешь. Не успел, ты проиграл. То есть не зависит от того, обладаешь ли ты знанием, то есть можно и выиграть. Участники клуба «Что, где, когда» приглашают всех желающих попробовать свои силы в интеллектуальных играх каждый понедельник в шесть вечера в молодёжный центр. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.